Ну вот, глядите, это я второй раз в жизни покатался на настоящем шоссейном велосипеде. Ехал я очень осторожно, затормозил, пропустил перед собой какую-то машину вперед, стал трогаться, а у меня педальки-то после торможения совсем тугие стали, зараза, не крутятся. Ну я ж не фиксер какой-нибудь, чтоб в раскорячку разгоняться, у меня луншифтер и там скоростя. Но я решил, что щелкать кассетой будет долго, взял да и скинул спереди цепь с большой звезды на маленькую. Ну у меня цепь на каретку и намотала. И значит я посреди дороги спешиваюсь на радость с окружающим водителем, и дальше вот стою в сторонке и в этом лабиринте из рамок, пружин и шестеренок пытаюсь цепь на место поставить. Руки все в дерьме, как раз новую обмотку на руль обновить, ага. Вы там кто поумнее, мне конечно скажете, что нельзя переключаться под нагрузкой или что-то там такое. Ну тут такая беда, я и раньше этого не знал, потому что начинал сразу с планетарки, а там крути-верти этот шифтер куда угодно, ничего не будет. Да и с тех пор я так и не разобрался, в конце концов я просто поставил цепь на самую большую звезду спереди и перестал пользоваться передним переключателем вообще. Потому что это из жалкой кассеты на 7 или сколько там было скоростей, мне в достаточно плоской Москве и так хватало. А вот зато перспектива оказаться посреди садового кольца где-нибудь в тоннеле, где обочины вообще нет, да со скинутой цепью меня вообще не соблазняло. Не, ну ведь натурально, погибнуть так нужно. Но это я уже вперед забежал. Я хотел рассказать вам о том, как я дошел до жизни такой. О своем опыте эксплуатации трансмиссии с перекидной цепью. И тут я сразу предлагаю ввести в обиход более короткий термин «петушиная трансмиссия». По названию деталей, которая все непременно будет присутствовать на велосипеде с такой трансмиссией. И предназначение, которое для меня слабо понятно до сих пор. Когда-то эта деталь носила гордое название крепления с заднего переключателя. И предназначалась для установки дирейлера на велосипед с обычными дропаутами. Но с тех пор она эту функцию потеряла и стала просто петухом. Сейчас у петуха три функции. Это гнуться, это ломаться и это трахать вам мозги. Петух предназначен для защиты заднего переключателя и рамы от повреждений. Да, я про это слышал. Видите ли, конструкционно задний переключатель представляет из себя огромный рычаг, который первым принимает на себя усилия, если велосипед падает на правый блок. Можно бы, конечно, было сделать какую-нибудь, не знаю, смягчающую пружину, чтобы удар о заднем переключателе компенсировался. Да вот только одна беда. Никакой пружины там быть не может, потому что весь принцип работы заднего переключателя завязан на точном перемещении лапки влево-вправо. Как раз на той оси, где удар нужно смягчать. И так как цепь тянет лапку в одну сторону, кассета в другую, то если поставить туда пружину, то переключаться вообще ничего не будет. И да, еще бывают специальные толстые стальные рамки, которые можно прикрутить на ось и с помощью них от удара переключатель таки защитить. И они таки продаются в любом магазине, только их никто не ставит, потому что... Не знаю почему. Вместо этого вам предлагается говеный кусочек алюминия, который, как и любой предохранитель такого типа, не снизит вероятность поломки. Он ее увеличит. Все, что он может сделать, это снизить стоимость ремонта. Типа вместо замены для сломанного заднего переключателя, вы покупаете замену для петуха. Ну и должны быть счастливы от этого, да. И вроде бы да, но... Это канает только в параллельной вселенной, где у каждого велосипедиста в кармане сжимения петухов и минимум один шестигранник. В нашей же вселенной слегка другие физические законы. В частности, какой-то из них заставляет производителей велосипедных рам делать посадочное место для петуха. Уникальные формы для каждой мать ее рамы на планете. Там такой парад несовместимости, который Стиву Джобсу и на том свете не приснится. Так что если ты сломал свой единственный петух, то тебе придется отбегать все доступные магазины в поисках замены. И все равно вместо замены ты получишь отлитую криворуким китайцем копию, которая не встанет в раму без доработки напильником. И это не выражение такое. Реально. Берешь в руки напильник и пилишь. Дальше. Насчет якобы защиты рамы от поломок. Раму не надо защищать. Она крепкая. И дропауты тоже крепкие. Я уже показывал всем, кому не лень. По дропаутам можно спокойно пинать ногами. И ничего им от этого не будет. Единственное, что защищает петух, это вот это вот корявое дырявое ушко, которое предназначено для того, чтобы закрепить на него самого петуха. То есть крепление заднего переключателя защищает крепление крепления заднего переключателя. Восхитительно, Господи. Спрашивается, а что мешало производителям крепить задний переключатель прямо вот на ту ось, которую, собственно, и можно пинать ногами? Люди на эту ось реально крепят тяжелые багажники и сверху еще на них катают своих жирных подруг. И ни у кого ничего не ломается. Единственный ответ, который мне приходит в голову, это для того, чтобы иметь возможность быстро менять заднее колесо. Ну, как известно, колеса это велоспортер расходный материал. И только спрашивается, а сколько у вас наличие запасных колес дома? А сколько задних колес находится в машине сопровождения, которая едет вместе с вами по пути от дома на работу? Вы вот уверены, что вам эта ценная функция действительно нужна такой ценой? Или же вы просто готовы жрать любое говно, которое вам впарил производитель, лишь бы было как у настоящего спортсмена, да? Ладно, хватит о петухах. Трансмиссия. Дело в том, что я хотел попробовать шоссейный велосипед. Очень осторожно так попробовать. Не знаю, зайдет, не зайдет. И каково это вообще раком ездить? У меня был выбор. Либо покупать дешевый декатлоновский шоссейник, либо взять старый велик у друга и поковыряться с ним по технической части. Мне этот вариант больше понравился, потому что я такой человек, что не могу использовать механизм, работы которого я не понимаю. А эта трансмиссия с кучей звездочек для меня была загадочной такой сатанинской машиной. Ну, вдруг где-нибудь в поездке чего сломается, а я не понимаю, как чего работает. И вот поэтому, да, я взялся за собственноручное восстановление старого велика. С настройкой самой трансмиссии оказалось все очень просто. Трансмиссия настраивается при помощи всего лишь 5 винтов и 2 крутилок. Ну, точнее, при помощи 4 винтов и 2 крутилок, потому что зачем нужен 5 винт, он называется Tension Screw. Никто не знает, и как его куда ни крути, все равно эффекту никакого. Я не буду вам объяснять смысл самой настройки, я вот сразу перескочу к выводам. А вывод такой, что ты ставишь велосипед вверх ногами и целый час перебираешь все передачи, чтобы все переключалось идеально в любых комбинациях передних и задних звезд. И вверх, и вниз. А потом ты ставишь велосипед обратно на колеса, пробуешь ехать, и оказывается, что вся твоя идеальная настройка ни хрена не работает. Вообще. Оказывается, что под нагрузкой трансмиссия ведет себя вообще совсем по-другому. У тебя либо вверх будет переключаться с этими звуками хм-хм-хм-хм-хм-хм, ну, либо вниз. Вот, все, что тебе остается, это выбрать, какую сторону тебе больше нравится. Но это, по большей части, относится к заднему переключателю. А с передним вообще полный цирк. Дело в том, что даже жесткая, толстостенная алюминиевая рама велосипеда, она сгибается под напором ездока, даже такого друща, как я. И при езде рамка переднего переключателя обязательно будет цеплять цепь при каждом обороте педали. Можно только настроить, будет цеплять справа или слева. И вот этот вот звук, он из-за своей предсказуемости очень сильно раздражает. У тебя нога идет в нужное место, и ты уже ожидаешь, что сейчас будет вот этот вот тихий чик, и он происходит. Ну, да, фиг с ним. Ну, старый велосипед, да, что с него взять. Вот он меня покинул, и сел я выбирать себе новый шоссейник. И знаете чё, я закончил выбирать ровно в тот момент, когда я понял, что сравниваю группсеты. Про то, что такое группсет, про несовместимость компонента, про всякую такую ерунду, вам кто-нибудь другой расскажет, кто лучше понимает велосипедов, ну или в маркетинге. Я разбираюсь очень плохо. И вот я выбираю, ну вот вижу, вроде хороший велосипед, но переключатель турни не, нельзя брать, он же не настраивается. А, это ссора, ну блин, тоже так себе. Я просто сказал, да пошли вы все в жопу, всё, я в домике. Я взял шоссейник на планетарке, и забыл всё это, как страшный сон. Я сейчас никому не советую делать то же самое, я просто говорю о том, что я психанул, и не захотел даже разбираться. Верите вы мне или нет, но во мне очень мало велоэнтузиазма. Хотя казалось бы, вот целый канал про велосипеды веду, но мне на велике кататься нравится, они мерятся надписями на заднем переключателе. Вообще, я мог и синглспид взять, но я зассал. Если вы живёте в Москве, или даже в ещё более плоском городе, в Санкт-Петербург, и у вас есть уже какое-то мясо на ногах, но уже выросло, то берите синглспид, да, ну или фикс. Фикс мне как-то стыдно советовать, потому что люди подумают ещё, что я приверженец субкультуры, и нафига оно мне надо на старость лет. А вот нафига нужна петушиная трансмиссия в городе, я не понимаю. Ну реально же, минусов больше, чем плюсов. Это какой-то стыд и позор, что других великов и не производят толком. Все делают велосипеды, которые похожи на настоящие спортивные, потому что только такие и продаются. А о реальных эксплуатационных проблемах покупатель не беспокоится, поскольку велосипед для него, это такая игрушка на пару выходных за лето. А я вот с этим не согласен. Я хочу, чтобы на великах ездили все постоянно. Если уж у меня на петушиную трансмиссию нервов не хватило, то у какой-нибудь условной девочки или условной бабушки так тем более не хватит. Велосипед должен быть дешёвым, должен быть надёжным и должен быть массовым. А если ты со мной не согласен, то иди в жопу. На этом и закончу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова